Еще, близы бы, конечно, близам бы лучше было усилить сеты свои, ну потому что вы найдете буквально парочку полезных сетов для себя, ну как поиграть побольше в Диабло, так как поймете, что практически все сет предметы, то есть зелененькие, даже когда их полностью собираешь, все вместе, даваемые им бонусы, никак не сравнятся с теми же уникальными предметами. Ну хотя, конечно, юзабельные и есть. Вот у них, кстати, наши любимые думы об Ливион Найты на третьем уровне. Сейчас перейдем плавно к следующей претензии. Нет баланса между двуручными и одноручными оружиями, то есть как бы нету достойной замены одноручки со щитом. Ну, просто с дурочками персонажи не живут. Они, конечно, есть специальные билды двуручников, там, варвары, например, ну не с дурочным оружием, а с двумя оружиями, там, ну это, ну и также паладин, например, с двуручником, как чарджеры. Но это все только для ПВП. В ПВМ персонажи без щита, как правило, не живут. Так, ну и, наверное, а, нет, еще не последнее. За кой хрен вообще приходится вот так вот одевать мэрков? Во-первых, то, что здесь нету максимального одежды, например, как на персонажа, ну ладно, это еще полбеды. И зачем вот, например, фторактникам давать вот именно вот эти вот билы? Потому что, как я понял, баланса между мэрками все равно нет, потому что ПВП на мэрках, конечно, проводится, но не более того. То есть, именно одинаковых, причем просто у кого лучше шмот, кто лучше мэрки контролит, тот и победит. А ПВП именно, чтобы перс на перс вместе с мэрком, такого никогда нет. Потому что можно довольно и балансные предметы собирать. Ну, можно, конечно, одинаковые, опять же, собирать, но это не есть баланс. Можно было тоже за 13 версий обойду эту пофиксить, тем более, что в модах, например, тот же TrueMage, по-моему, сделал так, что все мэрки, ну, одеваются вообще как захочешь. То есть, там нет ограничений, причем они выглядят тоже так же, как и обычные персонажи, во что их оденешь, так же они выглядят. Так, сейчас зачистим этот пятачок и последняя моя претензия, а не последняя еще, предпоследняя. Я думаю, что все-таки Близзы ввели парочку таких дисбалансных шмоток, типа Грифа, который запрещен на ПВП по правилам. Это, в общем-то, их недосмотр. Но это не то, что прям такая жестокая претензия, конечно, балансировать такую игру сложно, но тем не менее. Приходится это делать игрокам. Так, и последняя претензия в то, что UberQuest, о котором я говорил там буквально в самом начале, в общем-то, никакой сложности не представляет. Чего вы там, вам там не говорили, типа UberQuest там невероятно сложен, там все персонажи не живут, там выполнить его могут только крутые. На самом деле, нихера подобного. Его зачищает легко только один класс персонажа в Крапе. Это Смайтер, так называется билд. Ему нужно... Ну, его можно, короче, одеть там буквально за бесплатно. И он там за легкую этот UberQuest зачистит и выбит тот чармик, который плюс 3 скилла дает. Поэтому, в общем-то, в сетевой игре эти торчи не сильно дорого стоят. А остальные персонажи, конечно, там могут выполнить эту квест, только в невероятно крутом шмоте. Потому что... Ну, им просто тупо дамага там не хватает, потому что все там резисты имеют, там сумасшедшие иммунитеты. Просто если бы Близзы бы чуть-чуть бы усложнили бы там жизнь Смайтеру, например. Не знаю, каким образом. Но каким-нибудь. Можно наверняка что-то такое придумать. То, конечно, претензий бы, собственно, не было бы. Так, ну и вот, наверное, это все претензии такие. Небольшие. Все равно они никак не прикрывают интерес в прохождении Диабла. Ну, однако, они все-таки есть. Ну, это составлял чисто я. Мне просто лень была по формам бегать. Искать там. Тем более, что обычно сколько людей, сколько и мнений. И обычно там претензии, которые Диабла предъявляет, ну, просто идиотские какие-то. Я старался какие-то более-менее объективные претензии. Хотя, может быть, тоже кое-где неправ. Так что, если что, меня поправляйте там в комментах. Мне сегодня сильно уж прям не согласны со мной. Так, ну и вот. Потихонечку мы подошли. Последние локации. Ну, предпоследние, ладно. Хотя я ее всегда последние называю. О, вот это вот плохо. Ну, ладно. Меркани не дамажит. Вообще, конечно, эти ребята сильно напрягают. Ну, правда, соло напрягает не меньше. Именно вот эти Бернинг соло. Которые еще экстиманы живут. Ужасно. Еще и змеи. Ну, отлично. Давайте еще... Как их там зовут? Ну, вы помните, парни с двумя топорами. И туда вообще просто самый лучший расклад будет. Так. Давай, Мерк. Главное, просто не подходить рядом, когда он убивает их. Потому что они прям могут и убить. А мне, конечно, лень еще раз это все пробегать. Так, вот Эмик Маск. Это чушь. Там друида. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Умирать я не хочу. Ну, вот и как раз пригодилась эта аура концентрации. Мерк сейчас... Можно он здесь спокойно постоять, пока Мерк будет с ними разбираться. Если бы я качал бы сначала бы Вигр бы... Ну, конечно, на 60-м левеле все равно бы у меня концентрация бы нормально бы так вкачана была бы. Но можно было, например, будет стайм вначале качать, чтобы вообще прям в урон уходить. И Мерк бы тогда дамажил не так, чтобы уж очень. Потому что аура концентрации, она дает, конечно, по 15%. И вначале может казаться, что она лучше ее качать. Но на самом деле она только в половину дамажа дает молоткам. То есть за каждый уровень вы примерно по 7,5% получаете настоящего дамага. Так, ну, приспешники. Первые будут легкие. Самые сложные, как обычно, будут последние. Надеюсь, что в этот раз я в этом месте не умру. На кошмаре я уже один раз умер. Второй раз уже не охота. Так, это что за хрень? Ладно, потом посмотрю. Чуть не помню такого предмета. Так. Кстати говоря, у этих ребят, по-моему, есть единственная такая аура. Аура ядовитая, в общем, аура, которая травит всех вокруг. Такой специальный скилл, который больше ни у кого нет. Но это, по-моему. То есть точно я не скажу вам. Потому что как далеко было. Ну, не как бы далеко вы тут стояли. А просто если даже вы вплотную к ним не подходите, вы все равно оказываетесь отравлены. Ну, и она выглядит, ну, по-моему, как вообще никакая аура не выглядит. Ну, раз, может быть, 70 побегаете сюда, заметите. И это в аду, по-моему, только. А может быть и на всех уровнях сложности, не знаю. Так. Веноморды. Было не сложно. Амулет. Может быть, нормальный амулет будет. Выброшу я, наконец-то, свой этот рарный. Который мне уже надоел. Так. Ну, дамаг отличный по ним проходит. Поэтому тоже казалось мне очень сложно. Ну, и теперь нас ждет сам владыка разрушения. Который вот так вот, таким вот цветом. Когда, кстати, он разворачивается, он этот цвет теряет. Еще один такой мини-баг. Вот это, кстати, аура, ой, это проклятие, которое тоже ни у кого нет. Она дает, снижает вашу защиту, короче говоря, сильно. Она, у некроманта ее нету, а вообще она еще у этих, как ли там, тут. Ну, в общем, вы поняли, я не хочу ругаться. Есть там такие монстры. В общем, у них это аура... Ой, аура. Проклятие тоже есть. Что-то я все мне на ауры тянет сегодня. Так. Вот теперь я вроде нормально встал. Каждый молоток попадает. Ну вот, как и говорил, на норме еще. В принципе, Баал довольно грамотно использует этот скил свой телепорта. Он всегда грамотно телепортируется из атаки, возвращается также в атаку, иногда даже догоняет. Но это пореже, конечно, на отличный просто. Амулетик ничего не скажешь. Так. Наверное, единственный вообще мод, который грамотно свои скиллы использует. Ну, так, с первого взгляда. Ну, ладно. Хотя это точно такой же био, может быть, просто получше. Ну, давайте посмотрим, что он там нам надавал. Все шмотки подберу, потому что там все-таки актовый босс. Может, что-то интересное выпадет из него. Так. Касан. Ну, это я даже смотреть не буду. И так понятно, что фигня. Это фигня, это тоже фигня, это тоже фигня. Я не помню, на норме я открывал. Вот сюда можно зайти, в этот портал. Этот портал просто выводит вас из игры. Больше ничего не делает. Резисты, да. Ну, может, марку пригодится. Посмотрим. Сейчас сравним просто белые. 42, 159. 42, 159. Ну, они абсолютно одинаковые. Возможно, они просто у них нет таких свойств, которые варьируются. Ну, мы закончили кошмар. Дальше нас ждет ад. Это уже будет в следующей части. До новых встреч. Удачи. Надеюсь, еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok